здрасте мальчики и девочки что делает автогиена в свой день рождения что он делает ничего хорошего не делать нормальные люди бухают а он ездит посады красит моет и под дождь готовится вместо того чтобы как нормальный человек уже нажираться да вот так короче расскажу всем здрасте чё у нас сегодня у нас сегодня посад турбо дизельная пушка турбо пушка я бы сказал так потому что это самый хороший неумираемый автомобиль в этом мире который только мог существовать девяносто восьмом тире по 2001 год или 2000 не знаю какие-то были вес короче прежде чем начать что он хотел сказать товарищу посерьез короче момент начала работы своей своего автобизнеса которым я занимаюсь вот я для себя почему-то всегда думал что старые машины автомат нет старый дизель ни в коем случае только новый он накроется коробки автомат накрывать и со временем я начал понимать что в принципе и коробки автомат ездят что и дизельные двигатели старые тоже ездят и вина того что она умрет у тебя или отомрет и я боюсь поэтому брать это только уже стоит у того человека которого вы покупаете поэтому я со временем стал брать коробки автомат который меня в принципе не вставляли ну то есть я не попадался не накрывать я ездил попадались машины с 500 тысячами пробега с родными коробками ничего с ними не происходило они все так же ездили не умирали и продолжали радовать новых автовладельцев вот потом я стал брать дизельные машины которые тоже всю жизнь боялся ходил как старая бабка сломается отстегнется да ни хера не происходит вот ничего не происходит если будешь брать хороший дизель если за ним нормально следили меняли вовремя все расходники с ним ничего не происходит потому что это реальная тачка и так ладно все не буду туда угеть ходить рассказывать вот король посад девяносто девятый год сто двадцать тысяч рублей техническое состояние и состояние кузова я бы отнес бы к идеальному поверьте сколько хлама я езду я периодически люблю эти посадки они хорошо торгуются на них есть всегда большая публика большой спрос все любят облизаться закинуть шифонер однокомнатную квартиру в заднюю часть автомобиля потому что это универсалы поехать куда-нибудь ханты-мансийский округ вот короче вот мы взяли посад турбодизель очень редкая машина очень большой ценовой политики кто-то скажет 120 тысяч дорого я вам скажу недорого потому что когда вылез этот вариант я с этим человеком торгался целый месяц представлять я уже начал чуть ли домой к нему не ходить стучаться в дверь короче продал я зашел в интернет посмотрел ценовую политику этих автомобилей не знают там мне конечно показала уссурийский округ с белоногими тиграми там они были по 180 тысяч но в москве московской области санкт-петербург турбодизельный вариант универсала стоит 200 от 200 тысяч рублей от 200 а хорошие варики 270 и до 300 доход сумма конечно абсурдные товарищи да потому что ну если так разобраться можно добавить 100 тысяч рублей взять какой-то свежий дизель но ходят легенды старая очень древняя легенда что эти движки триллионники вот или миллионники не знаю не проверял в данную тачку купили 120 тысяч 1 и 9 турбодизель турбина обычные четыреступенчатый автомат самый классический феноменально просто нереально крутой расход товарищ я вчера ехал по трассе 4 и 5 вы можете просто взял с собой баклажку соляры и поехал в ялту вообще и все и доехал по одной баклажкой соляры то есть вот что наверно подковывает любителей дизелей да и любителей этих машин что ты имеешь огромный шимфонер на колесах который жрет у тебя просто ну не жрет он просто и все и поехал короче перейдем в задние части и занятий нас короче что касаемо дизайн 98 год компания создала вообще прорыв из квадратной конченной формы которая была до у пассата b4 перешла более обтекаемую интересную форму которая пора пользуется точно так же по сей день то есть я считаю что в кузове сезон b5 или b5 плюс это очень интересная машина то есть за 150 тысяч рублей смотришь на нее и она как-то вселяет в тебя надежность ну хотя это ваг всегда когда мне говорят что ваги это говно с электрикой это так товарищи вот сколько вагом не попадалось что-то у них всегда была проблема это проблемные машины были с электрикой это старый ваг старый ваг но он дожил до сегодняшний дней товарищ мало машин доживая до сегодняшний день пользуются своим спросом актуальностью и ценовой политики вот что касаемо дизайна пусть зависит седан он интересно что это за тачкой кому она нужна она нужна непосредственно для работы что тут можно сделать открыть повесить люстру или какой нибудь это ты и клубный шар вот залезть сюда вот и устроить маленькую дискотеку вот если тебе надо взять перевести шифонер шкаф чемодан там или прочие эти твои домашние потребности ты можешь просто и перевести потому что в этом и потому что в этой машине можно взять тут есть шторка есть откидание задних ребята если у вас есть собака то собака никогда к вам сюда больше не пролезет я даже не знал что тут такая херня есть вы представляете эту сетку можно поменять на железную можно заказать на заднем этом креплением багажника тупо или таксовать всех нехороших этих пассажиров которые потенциально будут готовы вскрыть вам эту черепную коробку или глотку вы можете посадить его сюда здесь будет железное это деньги будут просовывать а тут дистанционное закрытие прикольно очень для я не знаю короче аромный багажник раскладывается сиденья можно серьезно перевозить все что угодно когда мы ее покупали хозяин автомобиля открыла а там был этот шифонер лежал товарищ он шифонер перевозит мы с ним два часа ехали в другой город чтобы он его выгрызал этот шифонер знаете какая нереально крутейшая вообще супер бомба тачка короче вот что касаемо технического оснащения коробки любят умирать очень старая разработка я не знаю здесь по моему или 01 м но не 5 hp 19 точно стоит коробка она четырехступенчатая вялая но как бы и хватает этой машине в принципе я ехал 120 километров в час ей больше и не надо потому что эта машина тупо для работы все забудьте если конечно какой-нибудь житель солнечного азиатского страны захочет поехать домой отвезти пассажиров тоже классный вариант то есть перемещение очень бюджетный вариант и работа очень бюджетный вариант все на большее она не создана не будете вы приезжать на воробьевы горы и не тут качать там рядом с audi s8 стоять понтоваться нет все либо работаешь бабками либо возишь людей делаешь перемещение на дальнее расстояние потому что дизель очень прикольный ну как прикольный расход его прикольный и все то есть 120 тысяч это фантастическая цена когда ты хочешь взять вот такую так по кузову ничего не происходит да там есть пару косяков ребят машине 21 год ёкало мн и вот двери все идеально вообще она вся ровная по геометрии кузова то есть ни хера не происходит так ну чё собачьей сетки здесь не поставили хотя я бы здесь бы сделал бы капсулу для водителя чтобы можно было нормально таксовать вот почему бы нет сожалению в москве законы не позволяет на старых поехала дай ну так а что мы чириками короче ребят пробег 300 тысяч в данной тачке 292 я заметил такое отличие что много машин не попадалось пробегом 300 тысяч километров хотела сказать рублей как я обычно туплю почему-то не знаю почему-то пробег называю рублями короче много попадала тачек с пробегом 300 тысяч и много попадалось нереальным пробегом ну то есть обман но не веришь что 300 тысяч в этой тачке действительно есть пробег 300 тысяч я уже понял что ну есть отличие потому что старые машины с 300 300 тысячами пробега вот я ебать и дым пускаешь нахуй на монитор ну ёбаный в рот прокатимся расскажем чё там как-то музыку потише короче ребят подвеска мягкая но мы все знаем я не знаю знаете вы не знаете но все вот эти посады b5 и b6 и b5 плюс ну да большинство и на последнее поколение мягких вот этих плюшевых медведей так называть мягкая ничего не хрустит при том что машина универсал тут по-любому должна отребежать полка еще какая-то херня и так далее тут все должно твой нет нет ребятки вот я еще раз говорю вот только так проверяется реальный 300 тысячный пробег вот 300 тысяч это ничего не должно хрустеть тарахтеть там брякать и так далее то есть в принципе машина должна быть ну как говорится дутой да будут погрешности ты не будешь ехать в porsche cayenne допустим это обычная машина для работы да он слышно под капотом вот этот и карус у тебя работает но все же даже